Мобильные инвалидные коляски Людям с ограниченными возможностями 27 лет в эфире Государственное телевидение отмечает День образования Комиссия по делам несовершеннолетних при администрации города Цхинвал возобновила свою работу 27 лет в эфире Сегодня Государственное телевидение отмечает 27-летие со дня образования 16 марта в эфир впервые вышли программы гостелевидения Создать телевидение в столь сложный для республики период было совсем нелегко Однако первопроходцам удалось это сделать И благодаря им у республики появился свой национальный телеканал Сегодня на телевидении дружно созидают те, кто с первых дней образования работает здесь И те, кто только недавно пришел сюда со студенческой скамьи Сегодня национальное телевидение Южная Сеть отмечает очередную дату образования 27 лет в эфире Несмотря на все трудности и тяжелые военные годы, журналисты ГТРК ИР работали и доносили до своей аудитории оперативную и достоверную информацию Путь становления единственного государственного телевидения был нелегким Однако вместе с тем интересным Сотрудникам приходилось осваивать совершенно новые, доселе неизвестные профессии Телеоператор, монтажер, режиссер В 1992 году появилось независимое телевидение Ну а спустя два года, 16 марта 1994 года, в эфир вышел первый выпуск новостей на государственном телеканале ИР Искорим вас, первый ведущий государственного телевидения Сегодня над созданием телевизионного эфира трудятся порядка 100 человек Тем временем зритель видит хорошо отшлифованную версию программы или сюжета Не подозревая, что только за одним двухминутным репортажем кропотливая и порой довольно нервная работа десятков людей На телевидении мы звенья одной цепи Важны все отделы и редакции И сбой любого из них влечет за собой немалые проблемы Однако центральная редакция, как и на любом телевидении, остается новостная Здесь важны оперативность и реакция на всевозможные происшествия Ведь мы работаем в прямом эфире Здравствуйте в государственном телевидении В 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск Сегодня с вами Ирина Кусраева и вот главная тема дня 24 на 7 Именно такой график работы на телевидении Съемочные группы готовы в любую секунду выехать на съемки К ненормированному графику, к нервным срывам, к падениям и полетам Здесь готовы все и всегда Потому что для нас телевидение это не работа, это наша жизнь Что для тебя телевидение? Телевидение это не только работа, но и коллеги, друзья И то место, где я провожу много времени Телевидение это мой мир Телевидение мой второй дом Это то место, ради которого я оставлю каждый вечер свой будильник Но при этом прихожу к 12.00 Лена, что для тебя телевидение? Обратная связь со зрителем Для меня телевидение это в какой-то степени прошлое Настоящее и надеюсь будущее Телевидение для меня это безграничный интерес ко всему происходящему Что для тебя телевидение? В первую очередь это большая ответственность Батрас, что для тебя телевидение? Телевидение для меня это жизнь Что для тебя телевидение? Стелла Бязарова, Александр Кочи, Влали Тедеева Информационный выпуск сегодня Среди тех, кто на протяжении свыше 20 лет Ежедневно работает над созданием качественного телевизионного эфира Редактор информационной службы новостей Белла Гагиева Много лет Белла Владимировна проработала корреспондентом А после возглавила тел информационной службы на русском языке Белла Гагиева пришла на телевидение после окончания филологического факультета Долгие годы она проработала корреспондентом Позже, когда на телевидении открыли информационную службу на русском языке Белла Гагиева возглавила отдел И эффективность работы русского новостного блока Во многом зависела от профессионализма редактора С поставленными задачами она справляется по сей день На телевидение пришла в начале 90-х годов Работу телевидения знаю изнутри Я начинала, работала корреспондентом очень долгое время Поэтому здесь абсолютно все мне известно, ведомо Редактором нелегко быть, потому что приходится отвечать абсолютно за все И наряду с этим это командная работа Все задействованы, начиная с водителя Для того, чтобы подать интересный материал Надо обладать массой разнообразных знаний Широкий кругозор, умение общаться с людьми Вместе с тем отменное здоровье Потому что выезжать приходится в любую погоду Как отмечает сама Белла Владимировна Прежде всего в работе необходимы такие качества Как коммуникабельность, трудолюбие, настойчивость и организаторские способности Девочки у нас умные, обладают всеми перечисленными мною качествами Моя задача заключается в том, чтобы собирать материал Сделать блок, собрать блок И в этом, разумеется, мне помогают корреспонденты Которые приносят материал Мне приходится просто редактировать Скомпоновать все это и подавать в эфир И я в этот праздничный день Желаю всем обладать всеми этими качествами сполна И вместе с тем, как базу, как основу Желаю им личного счастья Редактор, первый слушатель репортажа В случае необходимости вносит коррективы в текст и в процесс монтажа Проработав некоторое время корреспондентом Белла Гагиева достаточно хорошо знает Особенности производства телевизионного сюжета И старается каждый раз поддерживать В первую очередь начинающих журналистов Придя на телевидение, будучи еще студенткой второго курса Моим первым редактором была Белла Владимировна И несмотря на то, что наша работа, она очень трудная Она очень ответственная Я ни разу не ощутила этих трудностей Потому что Белла Владимировна всегда нас направляла Она нам очень сильно помогала Не только меня, но и всех новеньких Которые приходили в то время на телевидении работать Добрая, чуткая и отзывчивая Такой знают Беллу Владимировну коллеги Проработавшись с ней не один год Я он даю, он осторожно lending Я оперативилή в международных дорог Я исканичен, наши коллеги В поискивание в центры Услышко услужали Да, посчитали Я исп08nicи Я development Межнаш, депорт. Эту при goose Я copying Сейчас я Никите Я еще огромными В если свою Дель Немного пыт tickets Мы это декоративные, которые вы можете к нему. Они были готовы, они не помогли, они не помогли докторам, мне не помогли я стоять. Это было написано, мне не помогли, что я рад. что я мог Such great информацию, но меня не помогла, я не смог бы в связи с этим, что я не могу, но я могу сказать, что я надеюсь, Продолжение следует... Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил сотрудников ГТР Каир с днём основания телеканала. В поздравительном послании, в частности, говорится... Со дня образования телеканала население Южной Осетии оперативно получает достоверную информацию о событиях, происходящих в республике и за её пределами. Неподельное внимание уделяется чаяниям и потребностям наших сограждан. Поднимаются злободневные и волнующие общества темы, которым даются объективная и беспристрастная оценка. Глава государства отметил, что создание качественного информационного контента является результатом слаженной работы всех сотрудников телеканала, ответственный подход к работе которых достойен уважения. Рискуя собственным здоровьем, вы готовы работать в самых тяжёлых условиях. Примером служит ваш самоотверженный труд в период противодействия коронавирусной инфекции COVID-19, когда вы оперативно информировали население непосредственно из красной зоны. Спасибо вам за плодотворную деятельность. Слова особой признательности и благодарности я хочу адресовать ветеранам отечественного телевидения, прорывавшим информационную блокаду в тяжёлые для Республики Южная Ситя годы. Глава государства выразил уверенность, что большой творческий потенциал и профессионализм команды единомышленников будут и в дальнейшем способствовать появлению новых интересных проектов и познавательных авторских программ. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, безграничного счастья, неисчерпаемого вдохновения и дальнейших успехов во благо Отечества. Мира вам и вашим близким. Добра и благополучия. И чтобы вы всегда радовали зрителя благими вестями, говорится в поздравительном послании. С днём образования национального телевидения свои поздравления адресовали и председатель правительства Геннадий Бекоев, а также председатель парламента Лан Таттаев. И сегодня же коллектив ГТРК ИР поздравила Министерство культуры Южной Осетии. Коллектив Министерства культуры Республики Южная Осетия поздравляет государственную телерадиокомпанию Республики Южная Осетия ИР с праздником. Сотрудники ГТРК ИР неизменно находятся на острее информационной работы, достойно решают поставленные задачи. В основе творческого труда лежат такие базовые профессиональные ценности, как твёрдая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важных событий. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, здоровье, тепла, заботы, успехов в делах. Пускай работа приносит вам радость. Очередной шаг благотворительности. Глава государства Анатолий Бибилов сегодня подарил инвалидные коляски людям с ограниченными возможностями. Президент Анатолий Бибилов подарил мобильные инвалидные коляски, кровать и динамический вертикализатор ходунок людям с ограниченными возможностями. На имя главы государства поступило сразу несколько заявлений о показании помощи. Джагаеву Эдуарду 49 лет, он инвалид с рождения. Во двор самостоятельно выходить не может. Сейчас, благодаря инвалидной коляске, он сможет проводить время на свежем воздухе. Динамический вертикализатор ходунок был подарен Виктории Гоглоева. Ей 20 лет. Ранее президент преподнес Виктории инвалидную коляску. Сейчас девушка старается и хочет заново научиться ходить. Новую коляску из рук президента получила и 7-летняя Нина Техова. По словам мамы, девочка очень старательная, стремится узнавать новое. И теперь уже начало нового учебного года, чтобы со свежниками отправиться в школу. Продолжение следует... Лаврентий Гагиев 10 лет назад упал с виноградника, получив при этом серьезные повреждения. После перенесенных операций он так и не смог встать на ноги. После стольких лет, проведенных в четырех стенах, он решил написать заявление на имя главы государства, где попросил его оказать помощь в приобретении инвалидной коляски. Рудольф Икоев два года назад попал в автомобильную аварию, после чего не смог больше передвигаться без инвалидной коляски. Финансовые средства выделены из фонда «Единства Алани», учредителем которого является Анатолий Бибилов. Комиссия по делам несовершеннолетних после перерыва приступила к работе. Было рассмотрено более 50 дел о правонарушениях, которые были совершены подростками. На заседание приглашаются и сами правонарушители вместе с родителями. Впервые в работе комиссии приняла участие детский омбудсмен Татьяна Цхавребова. Комиссия по делам несовершеннолетних при городской администрации возобновила работу в новом составе. Больше года заседания не проводились, хотя работа в этом направлении не прекращалась ни на один день. Основной упор сотрудники управления по делам несовершеннолетних делали на мероприятия профилактического характера, которые проводились совместно с инспекторами УВД города Цхинвал. Профилактические беседы проводятся во всех учебных заведениях столицы. Теснейшая работа моих сотрудников и сотрудников УВД. Абсолютно теснейшая работа. Я не отчитываюсь, и я рада этому. Я тоже всегда стараюсь по возможности на эти профилактические беседы выезжать и буду стараться выезжать в дальнейшем тоже. На заседании рассмотрели десятки дел о правонарушениях, которые были совершены подростками. За часу они находятся в нетрезвом состоянии, используют нецензурную лексику, хулиганят в школе и мешают образовательному процессу и не только. Комиссия отвечает даже за такие проступки, как курение электронных сигарет, мы готовы к этому. Но мне кажется, самое страшное, это то, что у наших подростков всегда в руках телефон. Все, что можно и не можно, они снимают, а потом непонятно, что у него случится в голове, какой у него протест может быть, и он все это выставляет потом в интернет. Члены комиссии проводят с такими детьми разъяснительные беседы. Если ситуация повторяется, их уже ставят на особый контроль. Очень много проступков, из-за которых страдает школа, страдают учителя, страдают соседи даже, может быть, и страдают одноклассники. То вызова водира из этого ученика на заседание комиссии, на мой взгляд, да, не поговорив, поняв, психолог может свою версию выдать, почему у него такое поведение. Мы потом решаем с комиссией, ставить его на учет или нет. То есть это абсолютное голосование большинством. Но обязательно предупреждаем, что повтор этого проступка, или еще худшего, это уже постановка на учет. Для многих подростков постановка на учет – это тоже своего рода игра. Они не понимают, что это в будущем их характеристика. Они же куда-то будут собираться поступать, они в конце-то концов могут куда-то пойти работать. В конце-то концов это имидж в обществе, а город у нас маленький. И все же главной проблемой являются социально неблагополучные семьи. Управление по делам несовершеннолетних городской администрации проводит каждодневную работу с ними. Однако это носит лишь профилактический характер. С семьями у нас в основном идет работа чисто профилактическая. Хотя мы их вызываем, работаем, следим за тем, как они слушают нас, или нет. Ну, взрослые люди с ними сложнее. На сегодняшний день на учете более 30 неблагополучных семей. В основном в этих семьях родители увлекаются спиртными напитками. Когда ребенок приходит домой и застает такую картину, он больше времени проводит на улице. Следовательно, у таких подростков больше шансов попасть под дурное влияние. Между тем, по словам главы комиссии по делам несовершеннолетних Жанны Лулаевой, оступиться может любой подросток. Нередко хулиганят и дети из вполне благополучных семей. И как бы ни старались родители, инспектора и педагоги, иногда не получается уберечь ребенка от правонарушений. У нас может быть абсолютно благополучная семья, но такой ребенок, который ходит и понимает, что в семье у него не все хорошо, нет материального достатка, нет даже элементарной крыши нормальной над головой. И он понимает, и такие дети есть, он понимает, что ему надо учиться, что он выбраться может из этой ямы. А есть ребенок, у которого все есть, и исходя из того, что ему скучно, что у него все есть, ему не о чем думать, он может такое натворить, что иногда удивляешься, зачем. Но это все проблемы психики, на это нам не нужен был психолог, я очень рада, еще раз повторяю, что Индира Малитоновна с нами. Никакая школа не может заменить воспитание в семье. Именно в семье должно вестись формирование личности. За детей в первую очередь ответственны родители, а потом инспектора и школа. Родители взвалили проблему детей на школу. И если проблема уже вытекает за стены школы, то взвалили его на инспекторов ГОВД, которые потом, главное, перетекают на работу комиссии. Но я так понимаю, что очень часто, в большинстве случаев, родители не ставят эту проблему перед собой и не считают себя виновными. Вот я бы хотела обратиться ко всем родителям и благополучных семей, и неблагополучных семей. Мы рядом, и школа помогает, и ГОВД, и инспектора помогают, и комиссия вам будет помогать. Но начинать надо с себя. Лена Газаева, Зарина Кочева, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск «Сегодня». Сегодня свой день рождения отмечает женщина, чья жизнь полностью связана с искусством. Человек, который большую часть своей жизни посвятил танцам. Лулай Вадуня. Сюжет Оксаны Джоевой. Эта хрупкая женщина вырастила не одно поколение танцоров. Ее ученики являются хореографами и руководителями ансамбли не только в Осетии. Она не любит рассказывать о своих достижениях. 22 года танцевала в рядах танцоров ансамбля «Симт». Она воспитала двух дочерей, которые также пошли по ее стопам. Говорит, что их отец тоже был музыкально одаренным человеком, и она никогда не запрещала своим детям заниматься любимым делом. Музыкально одарится. Она побывала в гастролях почти во всех уголках Советского Союза. Говорит, что ее жизнь не была легкой, но она бы никогда и ни за что не хотела поменять свой жизненный путь. Музыкально одарится. Музыкально одарится. Нет, что она не была легкой. Музыкально одарится. Можно иметь и возможности профессию в ее жиле. как прекрасно я добилась в этом жизни мне сказали мне сказали мне кормление мне сказали мне сказали мне сказали я беру мне сказали мне сказали я неcatил Она с таким воодушевлением рассказывает о своих детях. Своих учеников она называет именно так – «мои дети». Говорит, что их успехи придают им много сил и энергии. Полноценный концерт. Ты не хочешь себя, так и не хочешь Чтобы ее брать Это я очень люблю Я люблю Я люблю Хороший У меня, я люблю В этом году В неделю три раза она ездит в село Хетагурово, преподает танцы в сельском клубе. Для меня огромное удовольствие ходить на работу, видеть успехи и благодарные глаза своих учеников, говорит Дуня, я буду бесконечно счастлива, если мои маленькие танцоры добьются высот на этом пути. У нее пока нет званий ни заслуженной, ни народной артистки, но ее труды говорят сами за себя. Но есть такая пословица, награда рано или поздно всегда находит своего героя. Оксана Джуоева, Альдина Чихоева, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. Далее прогноз погоды на завтра, 17 марта. По всей республике облачно с прояснениями. В Знаурском районе днем плюс 14, ночью плюс 4. В Дзавском районе днем плюс 10, ночью плюс 3. В городе Куайса днем плюс 4, ночью минус 1. В Леньгорском районе днем плюс 12, ночью плюс 5. В столице республики в Цимвале днем плюс 14, ночью плюс 5. И это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин